Добрый день, добрый день, уважаемые слушатели! В эфире Финам.ФМ. Сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Пришло время поговорить о том, что происходит на финансовых рынках. Как вообще приятно, с каким удовольствием я произношу вот это словосочетание. Финансовые рынки. Надеюсь, и нашим слушателям, как минимум, это словосочетание тоже приятно. Значит, мы сегодня, помимо всего прочего, как всегда, обсудим, тем не менее, локальную тему. Ну и назвали мы ее так, тенденции и прогнозы фармацевтического рынка. Причем мы поговорим о рынке фармацевтики изнутри, с точки зрения непосредственного его существования. И посмотрим на него еще и снаружи, ну в кавычках я это ставлю, с точки зрения фондового рынка. Потому что, как известно, мало-мало, но этот отрасль представлена и на российском фондовом рынке в том числе. Вот, вот, собственно, об этом мы сегодня говорим. Ну и представляю я моих гостей, с удовольствием это делаю. В студии сегодня Давид Мелик-Гусейнов, директор некоммерческого партнерства Центра социальной экономики. Добрый день, Давид. Добрый день. И в студии Ксения Арутюнова, аналитик институционной компании RMG. Добрый день, Ксения. Добрый день. Хочу подчеркнуть, что единственный аналитик, девушка в компании RMG. Да. Это делает, да, наш сегодняшний... И такой симпатичный аналитик, да. Ладно, снял, снял с языка мне. Это делает наш сегодня эфир особенным, Ксюша. Значит, уважаемые слушатели, присоединяйтесь к нашей беседе. Тема интересная, опять-таки, с точки зрения и существования фармацевтического рынка в России, и с точки зрения наших с вами ежедневных чаяний по поводу того, а как бы заработать на фондовом рынке, да боже мой. Кстати, сегодня прекращалось... Слышали вы, не слышали, наверное, ехали в пробки, не слышали. Торги прекращаются по техническим причинам. Еще там, по-моему, секция срочного рынка и РТС останавливались на час, что-то там у них опять не срослось. Электричество кончилось, наверное. Ну, пока никаких объяснений вот я тут не прочел еще. Ну, ладно, тем не менее, мы все время смотрим, как нам заработать. В частности, вот сегмент фармацевтики, может быть, такую возможность и предоставит. Ксюша сегодня нам об этом расскажет. Я напомню, телефон в студии 651099,6, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы. Ну, и начинаю я свой эфир, как всегда, с картины маслом. Давайте посмотрим. 15.07 в Москве, что к этому времени произошло на финансовых площадках. Начнем с закрытия вчерашнего, закрытия американской торговой сессии, которая в легком минусе, тем не менее, да, в минусе все же. Значит, минус выглядит следующим образом. Индекс Зоу Джонса снизился на 0,2%. СНП потерял столько же, 1767, но, в принципе, на хаях все равно стоит. Насдок, напротив, символично вырос на 0,003, ну, практически в нулях закрылся. Далее Азия поддержала эту тенденцию. Видимо, Никей в минусе на 0,1% и почти 2% потерял индикатор китайского рынка. Шанхай композит. Соответственно, Европа сегодня тоже в минусе. Фудси 100 теряет уже больше, чем процент. И наши ребята не отстают от этой тенденции. РТС в минусе на 0,8%, столько же теряет ММВБ. Соответственно, 1425 и 1488 пунктов индикатора российского рынка. Смотрим на сырье и на Форекс. Нефть марки Брент в районе 106,5, достаточно стабильно. Лайтсвит 93,80, ниже 94, снизилась стоимость этой нефти. И золото опять продолжает снижение, небольшое снижение. 1274 стоит Ротская унция. Евродоллар как индикатор рынковалютного выше 34 фигуры, 1,3420. Его текущая котировка. Далее, набор голубых фишек. Ну, в основном все под водой сегодня. Лучший рынок АвтоВАЗ выглядит на процент. Он растет на полпроцента РусГидро. Ну, а среди снижающих, вот в лидерах, по крайней мере, смотрите. Газпром 1,5% в минусе. 1,5% НЛМК. 1,5% Северсталь, как говорили. С Лукоил чуть больше процента. МТС обычка тоже теряет практически процент. Ну, и смотрим на банки Сбербанка. Смотрите, Сбербанк, ну, причина была, видимо, вчерашний рост. Его чуть продолжается. Растет на 0,2%, а ВТБ, наоборот, снижается на 0,8%. Ну, да ладно. Вот такова картина. Жизнь продолжается. Да, это главное, наверное. Да, Ксюша? Все в минусе. Все в минусе. Я так понимаю, прогнозы российскому рынку дать. Но мы, как минимум, вот выступление Ксюши. Хорошо. Хорошо. И тем не менее, все же, смотрите, давайте мы начнем вот с чего. Начнем со взгляда на фондовый рынок. Я предложу такую картину. Ну, не будем долго обсуждать ситуацию на российском фондовом рынке. Она понятна, и нашим слушателям уж тем более. Каждый день мы, как правило, печально, да, в адрес российского фондового рынка посылаем какие-то флюиды, печальные флюиды. Но, тем не менее, смотрите, есть вот отдельная отрасль, как фармацевтика. Она представлена не таким большим набором бумаг. Но, тем не менее, она существует. Слава богу. И там тоже происходит какая-то жизнь. И вот, Крюш, первый вопрос тебе. С точки зрения отсутствия идей на российском фондовом рынке, может ли фармацевтика быть этой, ну, какой-то альтернативной идеей или особенной идеей? И в чем вообще идея акций фармацевтических компаний? Я считаю, что идеи как раз среди фармацевтических компаний есть. Просто у рынка такое странное отношение к этой отрасли. С одной стороны, понятно, что люди болели, будут болеть, их надо лечить. И отрасль это надо развивать, и деньги туда будут приходить. А с другой стороны, есть фактор того, что, естественно, фармацевтика регулируется государством. И есть некое отторжение к инициативам, которые порой бьют по фармацевтическим производителям. Поэтому, на мой взгляд, вроде как и нравится инвесторам некоторые инвестиционные кейсы, некоторые истории. А вроде как и непонятно, что сделает государство, какие будут приняты меры в очередной раз, как это ударит. По финансовым показателям. Но я считаю, что есть несколько идей, причем идей разных. Более защитных, более спекулятивных, совсем спекулятивных. В общем, есть где развернуться. Спекулянт уж как минимум. Я понял. Ну, об этом мы, естественно, более подробно поговорим. Давид, слушая с улыбкой. Да, я на самом деле думаю, что государство здесь не один и не главный фактор вот той нестабильности, про которую говорит Ксения. Хоть компании и публичные, те, которые вышли в России, да, их не так много, их так можно пересчитать на пальцах буквально одной руки. Но хоть они и публичные, они закрытые компании. И вот то, что творится там внутри этих компаний, какие решения принимаются главными, мажоритарными саксанерами. Извини, пожалуйста, давай уточним все-таки, да? Они публичные с точки зрения, что их акции торгуются на бирже. А закрытые они с какой точки зрения? Ну, далеко за примером ходить не надо. Какая? Вот лидер отрасли не будет эту компанию произносить. Почему мы будем? Ну, тем не менее, да. Давайте произнесем, что все знали. Все вместе, 3-4? Фармстандарт. Заметьте, не я это сказал. Не, не, ну это нормально, это же не считается рекламой. Фармстандарт выплачивал за последние годы дивиденды своего акции? Не выплачивал. Почему? Компания в прибыли как бы нормально развивается, да, сделки слияния, поглощения идут, но лидер отрасли не делает этого. Компания, там, диоты, скачи, их размещение, вот их будущее, оно не только для фондовых аналитиков непонятно, оно для отраслевых экспертов непонятно, потому что эти потешные размещения, которые произошли, был некий вброс контента инновационного, все спекулировали этой темой, что у нас инновационные лекарства, мы заполоним ими весь мир, но этого не произошло. Мы видим обратную ситуацию, как идет регресс и в плане тех разработок, которые там происходят, в плане того, что обещанные эти вот показатели, они не выполняются. Ну и таких примеров можно приводить очень и очень много по каждой компании, поэтому государство, да, оно влияет на рынок, действительно расставляет, простите, приоритеты, формирует госполитику, но в этом ничего плохого нет, потому что все компании, работающие в фармсекторе, вынуждены с этими правилами работать, и никто с этого рынка еще не ушел, то есть конкуренции, как таковой, сегодня нет. Я с тобой соглашусь, еще, наверное, стоит подчеркнуть, что действительно, ну вот отношение иностранного инвестора очень часто к рынку, да, или там каким-то отраслевым историям в России негативное складывается из того, что правила игры должны быть, да, на ней очень часто меняются. Вот то, что на рынке фармацевтики есть правила, это хорошо. Но это болезнь роста, у нас сегодня правила игры для фармкомпании настолько либеральны по отношению к тому, что есть в США, в Великобритании, мы только формируем свое нормативно-правовое пространство, и поэтому понятно и для фондовых аналитиков, и для нас, экспертов, живущих внутри отрасли, что ситуация будет ужесточаться в плане регулирования отрасли, и к этому все готовы, и к этому уже... — И это все понимают, потому что иначе быть не может. — Конечно, реализуют инструменты. Ну вот, допустим, пример приведу, да, государство два года назад запретило фармацевтическим компаниям продвигать лекарственные препараты на врачей, то есть приходить к врачам и продвигать свою лекарственную продукцию. Компании были к этому готовы, и вы думаете, компании перестали ходить? — Это в свое время, я слышал, МЛМщики там делали, да? — Ну, все фармкомпании продвигают свои препараты на врачей, то есть приходят медицинские представители, рассказывают о лекарственных продукциях. — Но это нормально, вот на Западе так же происходит? — Это нормально, и у нас продолжает это происходить. — Давид, спасибо огромное, у нас время новостей, давайте послушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим эфир. Ну что ж, друзья мои, продолжим. Продолжим эфир, сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев, и сегодня в студии Давид Мелегусейнов, директор некоммерческого партнерства Центра социальной экономики, и Ксения Арутюнова, аналитикационной компании RMG. — Говорим мы о тенденциях и прогнозах фармацевтического рынка с двух точек зрения, изнутри и снаружи, со стороны рынка фондового. Взгляд на фармацевтику со стороны рынка фондового. Телефон в студии 651099.6, код Москвы 495, сайт компании Финам.ФМ. Вы можете присоединиться к нашей беседе, позвонив или написав. Давид, ушли на новости. Интересный пример ты хотел привести. — Я пример хотел привести, что все компании в одинаковых условиях. Мы сейчас в перерыве говорили о том, что государство объявило о том, что собирается регулировать рекламу на фармацевтическом рынке. Все, в принципе, к этому уже готовы. Но от этого пострадают не фармацевтические компании. То есть не стоит сейчас в фарме паниковать и вбрасывать на тушение пожара какие-то там баснословные инвестиции. От этого пострадают в первую очередь... — Потребители. — Да не потребители, а медийные службы, в том числе ваша радиостанция, каналы телевизионные, которые сегодня являются основными прокаччиками этих финансовых потоков. Ведь на первом месте реклама сегодня именно фармацевтических препаратов. Но даже если запретят эту рекламу, в чем я сомневаюсь, потому что это мнение, оно гуляет из сезона в сезон и обостряется, особенно в осенний период у наших депутатов, как любые заморочки, связанные с психологией. Я думаю, что даже если запретят, то фармкомпании совершенно безболезненно смогут переключиться на другие каналы продвижения своей продукции. Более доступные, более дешевые каналы, в частности, интернет сегодня у нас свободный в плане коммуникаций. У нас можно устраивать бытовые акции в местах продаж, это не запрещено сегодня. Поэтому пугать всех, что будет все плохо, и давайте срочно тушить пожар, инвестировать и выводить деньги из оборотного капитала, я бы не стал. Все развивается своим чередом. Я понял. То есть ты бы не стал на месте этих самых... На месте этих компаний. Пару компаний. Ну, на самом деле, просто когда мы общаемся с фармацевтическими компаниями, всегда на вопрос, почему все не так хорошо, как нам бы хотелось, ответ, потому что рынок такой, потому что государство нас периодически обижает, потому что мы сами не можем развернуть то, что мы хотим. Поэтому хотела бы еще раз вернуться к этой интересной теме относительно закрытости компаний. Вот все-таки интересен очень кейс фармстандарта для всего российского фондового рынка. Я считаю, что он был... Ну, он номер один, поэтому по ним, судя по всем рынке. О всем рынке. И я считаю, что это был очень в плохом смысле показательный пример, который инвесторы распространили на другие компании, потому что, по сути, это был лидер, это была абсолютно прозрачная компания, которая характеризовала как раз огромной прозрачностью, открытостью. И принимается сначала решение о выделении безрецептурного сегмента, который еще рынок был готов принять. А затем объявляется о покупке актива, который был зарегистрирован два месяца назад в Сингапуре, который якобы даст синергетический эффект вот с этим новым безрецептурным сегментом. И никаких подробностей. Поэтому компания потеряла почти половину своей капитализации за два дня. Рынок ее наказал, и наказал, на мой взгляд, справедливо. Сейчас, если посмотреть на котировки, были какие-то попытки подняться на более позитивном новостном фоне, на хороших операционных результатах, на как раз более подробной информации по сделке, о том, какая экономия достигается. По сделке вот по этой, да? Да, да, да. Что рассказали они, что 60 миллионов долларов можно экономить на закупке субстанций. А почему раньше не экономили? А почему раньше не рассказали, точнее, да? Вопрос в том, почему раньше нельзя было договориться о более выгодных условиях, если вы давным-давно производите все эти препараты. Почему вдруг каким-то волшебным образом появился человек, который смог создать эту компанию, договориться за вас? Вот такой вопрос. И, собственно, компания сейчас торгуется близко к своим минимальным значениям. Вот того, по-моему, это было роковое 9 июля. И, в принципе, мы ожидаем еще большего давления на котировки фармстандарта, когда они выведут свой безрецептурный бизнес. И относительно этого актива еще больше вопросов у инвесторов, потому что непонятно, какова будет его ликвидность. Фармстандарт листингован на Лондоне, ну, как все-таки это показатель. Новый актив непонятно. Поэтому есть спекулятивная идея, тоже скажу все-таки хорошую вещь, так достаточно сегодня. Где? В нем? В OTC фарм, вот этот новый безрецептурный сегмент. И спекулятивная идея, на мой взгляд, только в том, если они его продадут какому-нибудь крупному игроку. Покупателей, к сожалению, на такие активы в России нет. А выделяется он именно для этой цели, может быть? Ну, сначала шли слухи, что да. Аккуратно. Что да, но вот действительно, каким они видят своего идеального покупателя, мне не очень понятно. Очень сложно, потому что в России нет таких инвесторов, которые бы смогли бы заплатить за этот актив. Он оценен, по-моему, в 2 миллиарда, если не ошибаюсь, долларов США. За рубежом к этому активу тоже весьма настороженные отношения, потому что большая часть портфеля, составляющая OTC группу, это либо препараты бездоказательной медицины, типа орбидола и же с ним амексина, либо препараты типа корвалола, которые тоже находятся в зоне повышенного риска в плане их свободной продажи. То есть их могут запретить к свободной продаже в ближайшее время. Поэтому вот этот объем товарной массы, он под большим вопросом. Скорее всего, фармстандарт делится на две такие, это мое мнение, делится на две такие категории, рецептурные и безрецептурные, того, чтобы в продвижении своих рецептурных препаратов не мешала им безрецептурная часть. Потому что по фармстандарту сегодня судят об орбидоле. К орбидолу можно по-разному относиться. Препарат действительно номер один по продажам, но есть те, которые в него верят, и он им помогает, а те, которые в него не верят, он им не помогает. Ну вот, такое объяснение. Это мы опять к психологии опять, да? Это опять к психологии, да. Так вот, вот этот безрецептурный портфель мешает сегодня фармстандарту войти в рецептурный рынок, где кроется гораздо больше прибыли, где рынок гораздо более гарантированный в плане своего сбыта. Потому что рецептурка — это не препарат, который ты выпил от случая к случаю, когда наступил какой-то критический момент, да, там, простудился или еще что-то. А рецептурка — это хроника. То есть препарат сидит на инсулине, пациент сидит на инсулине, он сидит там на онкологическом препарате и так далее. То есть этих препаратов сегодня у фармстандарта в портфеле появляется много, потому что идет на таком большом поле фармацевтическом, на мировой фармацевтической арене эпоха падения патентов на инновационные препараты. Буквально в следующем году, через год... То есть изменение количества ты имеешь, да? То есть инновационных препаратов становится меньше. Ну, заканчиваются просто патентные инновационные препараты. И как только патент заканчивается, конечно, дженериковые компании начинают производить то же самое за меньшие деньги, предлагать это государственным закупщикам либо людям, покупающим препараты в аптеке. Поэтому фармстандарты это время понимают. Они понимают, что сейчас нужно как можно больше вывести от этих вот аналогов, потому что патенты падают, и нужно быть первыми в России, чтобы их препараты сразу же заместили инновационную продукцию. И безрецептурная товарная масса мешает этому, потому что в головах у врачей сидит арбидол. И вот поэтому, мне кажется, идет такое разделение. И на этих аукционах государственных, конечно, они выигрывают сразу огромные объемы. Более того, у них фармстандарты, насколько я знаю, опять же, они как раз вот им интересна онкология. Те препараты, которые касаются свертываемости крови. Я смотрела по американским препаратам, там рынок каждого составляет 5 миллиардов долларов, ну, продажи, да. Естественно, это более лакомый кусок, чем пенталгин, который будут люди пить от случая к случаю. Я помню. Кстати, о врачах, вот как раз мы до новостей. Ты заговорил о врачах, которые раньше, да, имели возможность распространять врачей. Ну, сейчас фармкомпании продолжают ходить по врачам. Регулирующих жестких мер в отношении врачей или фармкомпании нет. Да, несколько поменялись, может быть, инструменты. Теперь не тет-а-тет с врачом идет взаимодействие, собирают там какие-то образовательные кружки, проводят мероприятия и так далее. Но фарма ни в одной стране мира не отказалась от инструментов продвижения. Вот самые жесткие правила сегодня в Великобритании, где все практически запрещено. Тем не менее, взаимоотношения бизнеса и медицинского сообщества имеют место быть. Оно очень ограничено, но тем не менее, оно есть. Поэтому без рекламы фармацевтическая отрасль жить не сможет. Ну, как и любая другая, наверное, я вот единственное не могу понять, а логику, зачем запрещать рекламу лекарственных препаратов? В чем здесь проблема? Здесь проблема в том, что у нас народ лечится самостоятельно, приходит в аптеку и сам себе назначает тот или иной препарат, наслушавшись сообщения. Но наши регуляторы, они не додумываются до того, что народ лечится не потому, что реклама, а потому, что медицинская услуга сегодня недоступна. Сегодня врач к нему попробует попасть в рабочее время. Да, за две недели. Или даже другой вопрос. Лечатся они рецептурными препаратами без рецепта? Ну, есть уже законы, запретите отпускать рецептурные препараты без рецепта. То есть надо просто выполнять имеющиеся законы. А эти вот инициативы, которые вбрасываются, они кроме того, как дестабилизируют наших пациентов, конечно, приносят вред и фондовым рынкам. Да, да. Согласен. Не только пациентов дестабилизируют, да, Ксюша? Еще и аналитиков, инвесторов. Не бойтесь, не будет запрета в ближайшие. Возвращаясь к фармстандарту, который активно сливали два месяца назад. Собственно, падение приостановилось. Дальнейшие перспективы какие? Я считаю, что вот по цене 1200 рублей за акцию можно в фармстандарт и войти, потому что очевидно, что хотя бы до полутора тысяч он откатит, ну, отрастет обратно. Вот. В принципе... Это вот та самая спекулятивная идея, да, которую ты обещала? Нет, это вот я обещала, что... Ну, вот их, собственно, две. Первое, что это отрастет, а второе, что все-таки OTC Farm кому-то продадут. Ну, это, естественно, может быть только иностранный игрок, но вот вопрос, насколько им это надо. Насколько реально. Я бы обратил внимание на другие компании, ведь там в публичном плане у нас есть и другие представители крупного фармацевтического российского бизнеса, в частности компания ProTech, которая вышла на IPO не вовремя, я считаю. И кризис, конечно, подкосил их, они разместились, по-моему, по нижней планке, если не ошибаюсь, и не на то, что они рассчитывали изначально, но компания сама достаточно динамично развивается, имеет вертикально интегрированную структуру, производство, оптовое подразделение, розничное. Давид, прервемся, извини, пожалуйста, опять я тебя прерываю. Сейчас у нас новости на Финам.ФМ, послушаем и продолжим наш разговор. Ну что ж, друзья мои, продолжаем эфир «Сухой остаток» на Финам.ФМ. Тема сегодняшнего эфира «Тенденции и прогнозы фармацевтического рынка», причем, смотрите, я сейчас для себя тут пометил, мы говорим о рынке Российской Федерации, а в принципе можем, наверное, поговорить и более широко на эту тему. Да, такие глобальные тенденции. Они замахнутся ли нам? Они замахнутся, да, да, совершенно. Шекспира на нашего, Вильяма. Напомню, в студии сегодня Давид Мелик-Гусейнов, директор некоммерческого партнерства Центра социальной экономики и Ксения Арутинова, аналитик институтной компании RMG. Телефон в студии 6510-99,6, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Итак, мы продолжаем эфир. А про ТЭК, да, говорили? Да, крайне интересный кейс про ТЭК, я считаю, что компания вышла не вовремя на IPO, тем не менее, компания довольно-таки прозрачна для внешних консультантов, аналитиков, экспертов, которые за ней наблюдают. И хочу сказать, что она достаточно прочно стоит на ногах, потому что существует их аж три, эти ноги официальные, да, это и производство, это и дистрибуция, это и розница. По примеру про ТЭК сегодня хотят выйти и другие компании, работающие в такой же связке. Правда, они дуют на воду, потому что когда про ТЭК вышел, был кризис, как мы помним, мировой, финансово-экономический. Вот, и, конечно, их премьер, они последние выходили. После про ТЭК, по-моему, никого и не было в истории российской экономики. Ну, кроме инновационных, фармацевтических. Ну, да. Ну, это уже через какое-то время, там, по-моему, 10-й год уже пошел, да, 11-й год. Вот, поэтому в любом случае по пути про ТЭКа пойдет Катрен, еще один дистрибутор, который находится буквально уже совсем рядом с этим решением, ну и другие компании. Кроме того, у про ТЭКа сегодня есть реальная возможность вырасти, существенно вырасти, потому что дистрибутор номер 1-2, компания C International, она занимала достаточно большую долю рынка, она постепенно сдувается. И вот за год она спустилась с номера 1 на номер 5 в рейтинге. Понятно, что это место свято не бывает, пустое не бывает, вернее, извините. И поэтому такие компании как про ТЭК... А сдуваются на новые причины? Ну, там внутренние менеджерские есть проблемы. Долги, по-моему. Долги и компания, конечно, уже не та, не такой эффективности, какой была еще 5-6 лет назад. Поэтому у про ТЭКа есть возможность сейчас это место занять и еще больше сделать отрыв от своих ближайших преследователей. Я понял. Мне тоже очень нравится про ТЭК. Кстати, извини, тебе буквально два слова. Вот Давид абсолютно справедливо говорил о том, что размещались не вовремя, да? Но вот это не вовремя так получилось? Или просто это просчет действительно там руководства? Я думаю, что так получилось, потому что менеджер... Мне нравится команда менеджмента. Они сделали огромный прорыв в плане открытости для инвестиционного сообщества, как это было раньше и как это сейчас. Это, в принципе, приближается к таким мировым хорошим практикам. Если потенциал роста оценивать, в наших расчетах у нас целевая цена, это примерно 64 рубля за акцию, консервативно. Мне импонирует и политика поощрения акционеров. Мне нравится, что компания готова делиться прибылью. Очень достойные дивидендные доходности. Вот в моменте там было и по 12% то, что они выплачивали промежуточные дивиденды. Ну и надо подчеркнуть, да, то, о чем вы говорили за эфиром, что это практически единственная компания из сектора, которая дивиденды выплачивает. Которые, да, которые считают нужным поощрять акционеров, и это правильно, потому что это не история, даже истории роста из телекомов делятся дивидендами, поэтому это верно. Кроме того, компании действительно, мне нравятся и не только их дистрибуции, мне нравится их розничная сеть. Они представлены Риглой, они представлены дискаунтером Будздоров, которые себя чувствуют намного лучше, чем аналогичные дискаунтеры группы 36,6. А них стоит отдельно поговорить о 36,6. Да, обязательно. Они, у них сильное производственное подразделение, насколько я знаю, абсолютно в соответствии с требованиями GMP. Поэтому вот как раз, наверное, протек был бы моей любимой такой компанией среди всех, потому что и дивиденды хорошие, и стратегия понятная, и финансовые результаты очень достойные. В общем, есть куда расти, и я бы советовала обратить инвесторам внимание на бумаги протека. А 36,6 это уже более интересная история. Давай, прежде чем мы об этом поговорим более детально, еще тебе вопрос в продолжении разговора с Давидом. Катренд, ну и, так сказать, похожие компании, которые могут появиться сейчас в публичном секторе. Сейчас время вообще для размещения? Как ты думаешь? Территорический вопрос. Я думаю, что... Ну почему риторический? Смотри, мы возвращаемся. Протек не вовремя разместился. Ну, понятно, по причинам того, что этот кризис, наверное, для многих был неожиданным. У Катрена самое время, на самом деле. А сейчас-то мы вот находимся... Ну, мне кажется, начало 2014 года. Но сейчас они все равно уже не успеют. Катрена, на самом деле, компания номер один, если складывать их бизнесы в сопредельных государствах. Они вышли в Казахстан, у них есть бизнес дочков в Украине, в Беларуси. То есть это такой уже спрут, который проник в ближайшие территории, они очень прочно стоят на ногах. Даже если вы едете в Шереметьево, вылетаете из аэропорта, вы уткнетесь в склад Катрена, который построили очень мощный новый логистический комплекс прямо около аэропорта Шереметьево. Да, я видела. Надписью, да. То есть компания динамично развивается и вкладывается... Я сейчас вспоминаю... Есть, есть такое здание, когда подъезжаешь. На углу международного шоссе, ленинградского шоссе, стоит громадный комплекс Катрена. Я думаю, что мы, в принципе, вообще достаточно оптимистично смотрим на 2014 год, наша команда аналитическая. Поэтому я бы им советовала в начале 2014-го задачиться этим вопросом, сделать IPO классное, и мы их с удовольствием поддержим, покроем, напишем по ним аналитику и будем за ними следить. Ну, я уверен, что они нас сейчас слушают, да, слышат. Передаем привет. На Новосибирске уже вечер, да. У них штаб-квартира в Новосибирске. А, окей. Ну, давайте так. Тем не менее, да, Ксюш, я резюмирую, что время, ну, конец 2013-го, понятно, уже не успевает, да, если кто-то затевает, но 2014-й год — это удачное время, да, для выхода в публику, что называется, да? Мне кажется, вполне. Никакие, так сказать, глобальные вот эти вот опасения, глобальный тенденц, замедление экономического роста, возможность сворачивания программы количеств смягчения и падения интереса к риску, к развивающимся рынкам, вот это ничего тебя не смущает? Ну, выигрывает тот, кто как раз не боится в условиях неопределенности делать какие-то ощутимые шаги и выходить в открытое море. Совершенно верно. Потому что, в конечном итоге, потом наступает пора определенности, да, после, естественно... Когда все сливки уже сняты, и пришли те, как уже на очевидные какие-то идеи, и поэтому я за поиск таких как раз нестандартных ходов. Я понял. Хорошо, ну и давайте 36,6. Ну, это такой ящик Пандоры, я его называю, потому что как только начинаешь вскрывать кейс 36,6, оттуда идет очень много контента противоречивого и в плане организации, менеджмента этой компании, и в плане их намерений в публичном плане, и в плане их обещаний, как они будут выкарабкиваться из тех долговых обязательств, которые на них сегодня... На самом деле, я думаю, что у шестых сегодня есть два варианта решения их основной проблемы, долгов. Первый вариант — это с кем-нибудь слиться. Они пытались это сделать с А5, с аптечной сетью А5. Не будут? Вряд ли это произойдет, потому что у тех, у других есть долг. У нас минус на минус не дает плюс, к сожалению, в нашей с вами действительности. Да-да-да, в действительности. Долги объединить, да? Хотели долги объединить. Ну, вот как бы все, что мы видим со стороны, конечно, компания закрыта, не общается с отраслевыми экспертами, не знаю, как с вами. Ну, общается, в принципе, можно. Смотрите, нет, это некая тенденция, потому что некоторое время назад мы не говорили о том, что она вот так вот в ящик Пандоры как-то... Ну, вот для меня это сегодня непредсказуемый актив. И, значит, либо слиться с кем-то, либо продаться кому-то. То есть другого выхода сегодня у шестых нет. Когда они интенсивно развивались, это было три и более лет назад, они много чего покупали. Причем покупали, не зная, не глядя, не анализируя, и скупили всякие непотребы в регионах, которые сегодня, даже не сегодня, на протяжении долгого времени им генерил этот вот безумный убыток. Кроме того, не стоит забывать о том, что был кризис в плане поставок в 36.6. Если от них отворачивались крупнейшие дистрибуторы, потому что долговая нагрузка была настолько критической, что они не могли обеспечить вовремя оплату за поставленную продукцию. Но вот я думаю, что судьба 36.6, она буквально измеряется двумя-тремя месяцами, когда мы увидим или услышим какую-то очень важную новость про них. Либо о слиянии, да, либо... Я согласна, я согласна. В принципе, сейчас надо понимать, что компания вступила в эру без Верафарма, понимание того, как они собираются жить без Верафарма, то есть органически... Надо помнить, что Верафарм входил в структуру аптек 36.6. Да, значит, история такая. Был хороший актив Верафарм, ну как мы это видели, был хороший актив Верафарм с плохой мамой материнской компанией 36.6. И все ждали, когда 36.6 продаст свой больше 50% пакет в Верафарме. Когда, наконец, они это сделали, акции Верафарма очень сильно выросли в цене. Сейчас вот МКБ абсолютно в соответствии с лучшими практиками, приятно было на это смотреть, выставил оферту миноритариям ровно на тех же условиях, как это было сделано с 36.6. И, в общем-то, Верафарм отреагировал бурным ростом котировок, несмотря на то, что сейчас у него были достаточно слабые финансовые результаты по своим причинам. Вот. И 36.6 сейчас остался без того актива, который генерировал им почти весь показатель и беда. То есть сама розница была, ну, практически все время убыточная. Может быть, я там показывал какой-то 1%. Но, опять же, глядя на пример протека, любой аналитик скажет, так быть не должно. Есть компания протек, у которой тоже есть розница, тоже есть дискаунтер, тоже есть более… Но у шестых нет своего дистрибьютора. Нету. За ними никто не стоит. Это правда. То есть нет финансовой подушки. Это правда. И нету кэша на балансе, как у протек, который может в цены проинвестировать чуть что. Вот. И как жить, непонятно. Четкой стратегии нам никто не представил. Ну, даже хотя бы они сейчас закрывают вот эти аптеки. Они сами приводили пример, что есть какие-то аптеки в деревнях. Вот 3 дома, 4 аптека. Они их закрывают. А дальше что? Что с этим набором делать? А непонятно. Поэтому я тоже соглашусь с тем, что или надо, конечно, продавать кому-то, может быть, даже МКБ, который уже там и кредитовал их, и Верафарм купил. Ну, мне кажется. Ну, по крайней мере, логично было бы это. Да, или сливаться. Ну, вот опять я, видите, сама спросила, насколько реально это. Да. Ну, сама не ответила, тем не менее. Ну, опять-таки, это инсайт, который досконально и мы тоже, в принципе, не знаем, но судя по тем трендам, которые идут внутри рынка, можно предположить, что там уже разошлись ребята из А5 и 36, и 6, и между ними уже ничего не было. Ну, потому что, когда говорят, что переговоры заморожены, напомню, что собирались Верафарм продать АФК-системе и не договорились о цене активов. В АФК-системе есть свой актив, который на фарм. Никак не может никуда пристроить, да. Это вакцины от гепатит, по-моему, да? Стоит завод без продуктов, с железом с хорошим, с хорошими понижениями, но никак не могут они его наполнить продуктовой линейкой. Так что, видите, Private Equity Fond, АФК-система верит фармацевтику и все-таки пытается что-то там сделать. Говорит самому. Это хороший пример, хороший показатель. С бумагами вернемся к ним, 36,6. Что бы ты сейчас рекомендовал? В стороне остаться? Да, я думаю, до 15-го года их вообще можно... До 15-го года? Да. Ну, а мы уже... Я уже мыслю категориями 14-го года. Ближайшие два месяца, честно говоря, не знаю, что мы можем именно в них лавить, да? Ну, 14-й год... Ближайшие два месяца, извини, у нас предрождественское ралли планировалось. Корпоратив. Корпоративы, да-да. Все. Ёлки. Да, 14-й год... Как в том анекдоте, да? Я не могу, у меня ёлки. Спасибо. Ксюша, давайте прервемся еще раз. Новости на Финам.ФМ послушаем, потом продолжим эфир. Ну что ж, продолжим эфир. Уважаемые слушатели, сухой остаток на Финам.ФМ. Сегодня в студии Давид Мелегусейнов, директор некоммерческого партнерства Центра социальной экономики, и Ксения Арутюнова на аналитикационной компании РМГ. Мы обсуждаем тенденции и прогнозы фармацевтического рынка. Ну, России я уже подчеркнул, и, наверное, стоит поговорить сейчас о более глобальном, да, взгляде на это вещи. Тем не менее, про 36,6, точку уже поставим. Значит, до 15-го года ты вообще рекомендуешь не трогать, да? Нет, потому что, если в хорошем, рассмотрим хороший сценарий, их кто-то купит, вероятно, сменится команда. За 14-й год они будут судорожно... Искать свой путь. Искать свой путь. брейнстормить. Возможно, наймут консультантов, которые им расскажут, что делать и как быть. И в 15-м году, возможно, мы что-то там видим. То есть единственный, смотри, позитивный сигнал, торговый такой, да, с фундаментальной точки зрения, это будет либо продажа, либо слияние, как говорил Дарья. Я считаю, что да. Другого выбора у них нет сегодня. Я понял. Я понял. Хорошо. Хорошо. Ну, и давайте продолжим. Ну, собственно, поговорим уже о глобальных каких-то тенденциях на фармацевтическом рынке в мире. В принципе, Россия, наверное, да, в тенденциях этих каких-то... На российском рынке есть и другие компании, которые являются публичными, но не являются российскими компаниями. В частности, если мы говорим про то же самое оптовое розничное звено, допустим, это компания Ореола, финская компания, и она здесь имеет свою дочку, компания Марон. Это третий-четвертый дистрибьютор в оптовом сегменте и шестая по объему продаж аптечная сеть Старый Лекарь. Они в Москве очень активно представлены сегодня. В основном Москва, Московский регион. Есть компания Альянс Хеллскер, это дочка Большого Альянса. Здесь в России представлена бывшая компания Аптека Холдинг. Есть и другие компании, допустим, компании-производители Рож, компания Санофи, тот же самый Pfizer в России есть. Они все видят в России определенный потенциал. И вот этим, кстати, потенциалом не пользуются сегодня более маневренные российские компании. А жаль. Дело в том, что иностранцы не уходят с российского рынка. Они, хоть и понимая, что сегодня они зарабатывают чуть-чуть на этом рынке, и доля России в их обороте составляет порядка одного, максимум двух процентов, тем не менее, это развивающийся рынок. Он показывает знак плюс в плане своего ежегодного роста. КАГР примерно 14-15 процентов ежегодно фиксируют различные аналитические компании, которые работают, измеряя российский фармацевтический рынок. Они здесь видят определенную перспективу, потому что, как вы уже сказали, люди болели, будут болеть. Кроме того, у нас очень много недообследованных, и сейчас вот в рамках программ модернизации здравоохранения, в рамках имплементации стандартов лечения, в рамках увеличения программы госгарантий. Населению России становится доступным, все более и более доступным медицинская, в частности, лекарственная помощь. Другой вопрос, кто за эту помощь должен заплатить? И вот сегодня... Это вопрос, да, самый актуальный. Он в головах не только этих компаний, которые пытаются понять, где тот сектор рынка, где можно им заработать. В первую очередь регуляторам, которые должны найти этот карман, откуда взять эти деньги и вложить их в здравоохранение. Но я думаю, что этот вопрос постепенно-постепенно тоже будет решен. И компании с этого рынка, публичные компании, в частности, которые я уже перечислил, международные, они уходить не собираются. Ну, это да, это хороший сигнал. Единственное, извини, я уточню, Давид, ты назвал российские компании более маневренными, да, по сравнению с иностранными. А в чем их маневренность? Ну, иностранные компании, во-первых, они, иностранцы все свои внутренние уставы, этики, которые не позволяют им даже сделать вроде какое-то безобидное движение в сторону медицинского сообщества, регуляторного сообщества. Я не говорю про коррупцию, это отдельный разговор. Я говорю просто о каких-то коммуникациях даже с своими партнерами. Ну, то есть, вот так принято, так не принято. Для них это, Чтобы какое-то решение согласовать, даже решение о какой-то покупке, о выходе в какой-то регион. Им нужно провести решение через свои все эти вот структуры, вплоть до хед-офиса, конечно время. Местные и локальные компании, они быстрее этот процесс переживают. Кроме того, у них есть лучший доступ к административным ресурсам, чего греха таить. Они могут где-то там подсуетиться, надавить и войти в те же самые тендеры и быть более успешными на рынке, что я, конечно, не поощряю, как эксперт системы здравоохранения, потому что есть в этом определенные моменты не совсем корректные. Тем не менее, для российского бизнеса карт-бланш сегодня, но он этим не пользуется. Он этим не пользуется. Хотя есть понимание, что это очень динамичный рынок. Насколько я знаю, если взять Бразилию, Индию и Китай, по-моему, по России темп сопоставимый с китайским. Да, мы примерно растем одинаково. Там есть определенные нюансы, связанные с тем, что мы несколько меньше финансируем здравоохранение как процент от ВВП, потому что у нас больше идет затраты на оборонку, на содержание административного персонала. Но в частности, в плане роста фармацевтической массы мы растем, но растем не в упаковках. То есть в упаковках мы съедаем ежегодно примерно одно и то же количество лекарств. Растем в деньгах, то есть в цене на одну упаковку. Ну, а вернемся к глобальным тенденциям. В принципе, Ксюша, с точки зрения аналитика, фондового рынка, вообще фармацевтика в мире, да, она интересна инвестору? Я считаю, что да. Есть, мне кажется, у западного инвестора намного более четкое понимание, что именно в эту отрасль стоит вкладывать деньги, потому что она будет развиваться и биотехнологии, я верю, что действительно это будет. Сейчас не будем без сарказма относительно наших инновационных компаний, но в принципе генно-модифицированное лекарство, я считаю, что это действительно прорыв, и она решает такие проблемы глобальные, как, ну вот сейчас это высокопарно звучит, но голод, нищета, качество жизни человечества, я считаю, что это мега важно, это будет расти. И, конечно, рецептурный сегмент, онкология, в это надо инвестировать, и если посмотреть на капитализации крупнейших американских, швейцарских производителей, как РОЖ, как Файзер, это абсолютно другие цифры, это не 5 миллиардов долларов, а 200 миллиардов долларов, да даже индийская компания САН, ее капитализация в несколько раз превышает капитализацию нашего красивого фарм-стандарта. Почему? Потому что они работают во многих странах, в эти страны нас не пускают, потому что нам нечего этим странам предложить. Мы, к сожалению, работаем в условиях ограниченного ассортимента, который кушает только лишь население Российской Федерации. У нас нет полноценных товаров, препаратов, которые были бы там востребованы. То есть мы там не конкурентоспособны? Пока нет. Я считаю, что иностранному инвестору, иностранным фондам должны быть интересные акции российских компаний, они торгуются дешевле, как и многие другие компании с других отраслей, но тем не менее я хочу сказать это в этой программе, что там по мультипликаторам наша компания смотрится очень привлекательно. А вкупе с, допустим, с дивидендной доходностью, как у Протека, я считаю, что это вообще могло быть очень интересно для тех инвесторов, которые как раз верят в будущее, верят в фармацевтику, верят в фармацевтику, потому что мне иногда кажется, что ритейл есть понимание, есть вот рост торговых площадей, все это очень иссязаемо, все это можно посмотреть, пощупать патенты, рецептурные, это как-то немножко выходит из коридора таких вот... То есть вы верите в фармацевтику, как верю в нее я. Да. Про коридор я не совсем понял. То есть ритейл можно потрогать руками и это дает основания вкладываться в него, потому что... Производство можно потрогать руками. Производство, конечно, да, но вот когда мы говорим про новые разработки, где эти разработки, R&D, где эти разработки, кто эти люди, опять же, исследования помогут, не помогут, что это вообще? Венчер. Да? То есть, конечно, производство упаковок и пришел в 36,6, вот, вот она аптека, вот я в нее пришла. Нет, это действительно вопрос прогресса и вопрос способности инвестора задаваться, мне кажется, более широко вопросом, во что еще можно вложить, чтобы это дало какую-то отдачу. Давид, ну и опять глобальные точки зрения, прогнозы на ближайшие какие-то... Рынок будет расти в любом случае. В этом году мы ожидаем рост примерно 13%, его объемов в долларовом выражении, понятно, в денежном эквиваленте. В упаковках он будет стагнировать. Доминирующая доля сегодня до сих пор принадлежит иностранным компаниям на российском фармацевтическом рынке, но отечественные компании все больше и больше увеличивают свою долю за счет того, что многие иностранцы здесь локализовываются и открыли здесь уже либо свои цеха, либо уже построили даже заводы. В ближайшее время, буквально в 2014-2015 году, мы увидим, как очень быстро растет доля локально произведенной продукции. На рынке становится все теснее и теснее для участников, но конкуренции пока нет. Я не верю в конкуренцию на фармацевтическом рынке. Почему? Ну, потому что товары между собой не конкурируют, а конкурируют между собой технологии их продвижения. Просто все фармкомпании делают одно и то же. У всех медицинские представители, у всех ключевые сообщения на врачей, у всех реклама в ящике, у всех там. Ну, короче, одни и те же инструменты, и как раз таки вот мы эти инструменты применяем, мы сводим их к единому источнику, к единому кошельку, к единому потребителю. На самом деле, пока еще нет четкого осознания у бизнеса, что надо диверсифицировать свои коммуникационные стратегии, продвигать в разных, соответственно, каналах. Вот. Поэтому я думаю, что конкуренция будет ужесточаться, но до такой классической, полноценной конкуренции Европы, США еще пройдет не один год, а может быть, 5 и 10 лет, когда рынок выйдет в свою некую такую критическую массу. Дело в том, что сегодня фар-рынок оценивается примерно в 30 миллиардов долларов США. Весь фар-рынок, причем в розничных ценах. В Российской Федерации. Да, в розничных ценах, включая безрецептурный портфель. Через 5-6 лет мы ожидаем, что он будет примерно там 40-45, может быть, чуть больше, и это уже очень вкусный рынок становится для мировой фармацевтической элиты. Мы будем входить в пятерку крупнейших рыночных образований мира. Это в перспективе сколько там? 5 лет. В перспективе 5 лет. То есть, как сейчас принято говорить, до 2020 года. Фарма 2020 же есть программа. Как раз в рамках этой программы мы будем расти этими темпами. Что ты скажешь по поводу российского фондового рынка? Я имею в виду этих вожделенных бумаг, которые мы... Если резюмировать все, вот мой такой краткий взгляд на сектор, значит, идея номер один про ТЭК, устойчивая дивидендная доходность, хорошие финансовые показатели, понятный менеджмент, вертикально интегрированная структура, все подразделения работают хорошо, как часы, хорошая бумага. Второе, скажем так, для тех инвесторов, которые не боятся вложиться в что-то более спекулятивное, я бы, возможно, посмотрела на безрецептурный сегмент фармстандарта, возможно, еще вопрос, как они разместятся, что будет с ликвидностью, и ждать, если акции фармстандарта старого, рецептурного, опустятся до отметки 1200 рублей за акцию, я думаю, что хорошая спекулятивная возможность сыграть на коррекции вверх потом. 1200, 1500, да, по-моему, такие цели. Да, ну, как минимум, ну, июльские топовые значения, это было 2200, но я, как бы, уже не буду дорожнить никого. Таких времен, вероятно, уже не будет, уже это позади. Вот, аптечная сеть, возможно, да, если, возможно, спекулятивный рост бумаги, если они продадут кому-то, а фундаментально, если по, там, по модели, по цифрам, думаю, 15-й год, точка отсчета для вот этого поворотного момента. Я понял. Спасибо огромное, спасибо. Давид Мелик-Гусейнов, Ксения Арутюнова, были сегодня в студии «Сухого остатка». Уважаемые коллеги, спасибо, что нашли время посетить наш эфир. Не болейте. Не болейте, да. Здоровья, да. Всем, да, уважаемые слушатели, здоровья, не болейте, ну и, собственно, фармацевтический рынок, да, смотрит с оптимизмом в будущее.